всем привет если хочешь участвовать в этом челлендже то досмотри это видео до конца и ты ты сможешь выиграть приз о котором узнаешь позже смысл прост я буду читать любую книгу и в неопределенный момент времени я скажу загадку их видео может быть несколько поэтому нужно быть внимательным ответы на загадки или загадку пишите в комментариях под видео самый внимательный или внимательно я получит приз жду ваших отгадок в комментариях итак поехали куда дать вам прикурить без зажигалки бункер сталина в кунцево под даче сталина в кунцево был построен огромный подземный бункер на глубине 15 17 метров для большей крепости сооружения в качестве перекрытий использовали чугунные рельсы которые даже сейчас спустя 70 лет выдержат прямое попадание авиационной бомбы вход в бункер обычная неприметная дверь какую встретишь в любом подъезде с кодовым замком за ней чисто выметенная лестница с перилами ведущая глубоко под землю точно такие хоть и погрязнее ведут в подвалы жилых домов только чтобы попасть в подвал достаточно миновать два пролета а тут более десяти сталин по лестнице не ходил специально для него был пущен лифт с паркетным полом и обшитыми деревянными панелями стенами от лифта главнокомандующий шел по длинному коридору с мраморными стенами просторный кабинет генеральскую его стены были отделаны дубом и карельской березы вся облицовка сохранилась посередине стоял большой овальный дубовый стол у стены столы для дежурных офицеров и стенографисток с войны в бомбоубежище сохранились восьмирожковые люстры но с тех пор были добавлены современные люминесцентные светильники разрушающие иллюзию что на дворе сороковые лежит на спине никому не нужна прислание к стене пригодится она именно в этом кабинете иосиф сталин проводил заседание совета обороны небольшой коридор отделял от зала заседаний спальню вождя спальня очень маленькая в ней помещались лишь кровать и тумбочка другие коридоры вели в помещение прислуги там облицовка была кафельной в бункере под землей была своя кухня столовая и даже небольшая дизельная электростанция бункер остается секретным но пару раз туда пускали журналистов и съемочные группы по упорным слухам именно туда ведет ветка метро 2 а также автомобильный туннель от общественной приемной минобороны на мясницкой дом 37 через кремль об этом туннеле знают специалисты мчс ведь прямо над ним расположен центральный региональный центр этого ведомства официально туннели не существует бункер сталина в измайлова бункер в кунцево засекречен зато открыт для посещения работает как музей другой бункер в измайлово еще до войны в 30 он был возведен под проектируемым стадионом имени сталина так и незавершенным предполагается что сам стадион со 120 тысячами сидячих мест и невероятным количеством стоячих был задуман именно как прикрытие для бункера ныне полное название бункера музея звучит как запасной командный пункт верховного главнокомандующего красной армии сталина периода великой отечественной войны сорок первого сорок пятых годов он был открыт для посетителей в 1996 году за десятилетия от подземной сырости здесь многое попортилось и бункеру потребовалась серьезная реставрация теперь многочисленные витрины с портретами вождя бюстами статуями в полный рост живописными произведениями странно смотрятся рядом с уцелевшими предметами меблировки барной стойкой бочонками с вином столиками колонны и мраморная облицовка помещений весьма напоминает дизайн станции метро впечатляет огромный круглый стол с колоннами в котором производилась производились совещания раньше на полу был паркет но от подземной сырости он давно сгнил его заменили на плитку акустика в зале великолепная если стоять в центре слышно даже самый тихий шепот сидящих за столом какое колесо не крутится при правом развороте сохранился и кабинет иосифа сталина скромный как он любил почти аскетичный на стене висит карта с отметками боевых действий карту можно в любой момент закрыть занавесками большую часть времени карты на всех командных пунктах были занавешены такая была секретность на отдельном шестиугольном столике необычные шахматы для игры вчетвером это подлинный экспонат сороковых годов конечно посетители посетители пускают далеко не во все помещения подземного дворца а ведь общая площадь бункера 135 тысяч квадратных метров к нему подходит подземный туннель для автомобилей ведущий как говорят прямо к кремлю причем подземные ворота туннеля располагаются точно под спасскими сейчас туннель почти полностью засыпан сотрудниками музея было открыто методом 100 его длины второй туннель якобы ведет в район станции метро сокольники и основной путь от бункера к измайловскому парку это обычные рельсы правительственный поезд должен был прибывать на средний путь станции освещенные лампочками бункер сталина в самаре еще один бункер вождя тоже ставшим уже музеем находится не в москве феврале 1942 года группа метростроевцев отправилась в командировку на берега волги секретным заданием построить запасной командный пункт в городе куйбышеве ныне самара бункер построили очень быстро и тайно даже жители окрестных домов не догадывались что творилось у них под ногами а строительство было поистине грандиозным этот бункер самый мощный из всех рассекреченных убежищ времен второй мировой войны его глубина 37 метров это высота 12-этажного дома для сравнения глубина гитлеровского бункера в берлине составляла 16 метров у черчилля в лондоне убежище располагалось на глубине всего в два этажа у рузвельта тоже в два многоэтажное подземелье снабжено лифтами на самом нижнем этаже находится зал заседаний для 115 человек уменьшенная копия московской станции метро аэропорт его потолок украшают лепные парашютные стропы рядом комната отдыха предназначенная для сталина на верхних этажах помещения для охраны складов служб технического обеспечения рассекреченный в 1991 году этот объект считается наиболее защищенным бунк бункером второй мировой войны он мог выдержать прямое попадание самой большой авиационной бомбы того времени на строительство ушло девять месяцев беспрерывного круглосуточного труда в бункере была автономная система регенерации воздуха и своя электростанция кстати все до сих пор работает бункер и по сегодняшний день может быть герметичным и автономным в течение пяти суток однако по официальным данным сталин тут не бывал зато в нескольких кварталах от бункера жила во время эвакуации дочь сталина светлана во время бомбежек девочка несколько раз пряталась в этом бункере строительстве участвовали 2900 рабочих и около 800 инженерно-технических работников со всех была взята подписка о неразглашении государственной тайны не имеющая срока давности что делает сторож когда у него на голове сидит воробей конечно бункеры строили не только для верховного главнокомандующего необходимо было обеспечить безопасную работу многих учреждений в проекте второй очереди значилась станция советская ее должны были построить под тогдашней советской площадью нынешней тверской и даже начали но так и не открыли официальная версия гласит из-за различных трудностей одни говорят что к станции в силу сложных геологических условий не сумели подвести наклонные шахты для эскалаторов другие что на этом перегоне в силу его сильного уклона станцию строить нельзя другая же версия гласит что советскую по личному распоряжению сталина превратили в подземный пункт управления московского штаба гражданской обороны из-за этой засекреченной станции возник очень длинный перегон между маяковской и театральной если внимательно вглядываться в черноту за окнами поезда то на перегоне перед тверской можно увидеть следы советской ее существование почти никто не отрицает ныне она именуется как объект гражданской обороны на тверской есть версия что в годы великой отечественной войны бункер советская использовалась как бомбоубежище для начальства метрополитена в такой же бункер вполне официально была превращена станция кировская это ныне станции метро чистые пруды следы командного пункта еще долго сохранялись после войны а в мемуарах маршала жукова говорится что именно там сталин встретил первый авианалет на москву 21 июля 1941 года на кировской во время второй мировой войны находились отделы генерального штаба и пво поезда там не останавливались перрон отгородили от путей высокой фанерной стеной бункер гитлера в берлине не сохранился сразу после войны его замуровали а затем при гдр разобрали а вот бомбоубежище для простых граждан сейчас стало музеем здесь до сих пор сохранились такая необычная атмосфера которая нарушает только шум метро и потоки потоки воздуха от проходящего мимо поезда во время войны в бомбоубежище все помещения были изолированы между собой специальными дверьми далеко не везде работала вентиляция иногда люди страдали от удушья а вот бункер уинстона черчилля частично открыт для посетителей это та часть что расположена под правительственными офисами выходящими окнами на парк святого джеймса англичане никогда не страдали гигантомании и подземную резиденцию их правительство нельзя нельзя назвать дворцом это целая сеть узких проходов и маленьких комнаток проложенных еще до второй мировой там пряталась около двух тысяч человек от министров до стенографисток здесь укрывался от бомбежек и работал английский премьер-министр здесь он проводил сутки напролет здесь писал свои речи именно отсюда говорил по телефону с рузвельтом а